Подключаем к нашему эфиру Сергея Бульбу, это белорусские общественные деятели, организатор Белого Легиона. Здравствуйте, Сергей, рады вас видеть. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, есть какая-то информация о последней его деятельности Вагнера на территории республики? Нет, вы знаете, более того, нет подтверждения, собственно, от людей из земли, от людей из Беларуси. Да, это очень важно понимать, потому что очень много сообщений, а вот реально, что... Слушайте, Сергей, а недавно мы в эфире показывали фотографии, там старая военная база, с BBC передавали, точно помню, не помню название этой базы, но там были новые постройки, бараки. Вот они утверждают, что это, вероятно, всего было для вагнеровцев лагерь построенный. Что-то об этом можете рассказать? Ну, тем не менее, вот эти снимки, их не за 30 число, подтверждают, что ни тяжелой техники, ни личного состава на этой базе нет. А как вы считаете, зачем тогда создается такое информационное пространство, в котором читатель, слушатель, телезритель должен почему-то думать, что эта база есть, и вагнеровцы туда перебрасываются? Ну, смотрите, здесь вообще, в общем-то, очень много информации, которая не совпадает с действительностью. Во-первых, разговор нас пугалит том, что вагнеровцев будет даже на 25 тысяч, исходя из того, что якобы в марше участвовало 25. На самом деле, в марше участвовало 5-6, максимум 7 тысяч. Поэтому уже, в общем-то, такой нюанс важен. Во-вторых, смотрите, Лукашенко, честно говоря, не знает, что с ними делать. Поэтому, ну, вот мое предположение было, что они найдут общий бизнес, достаточно, скажем так, криминализованный, где-нибудь на территории Африки, где это устроит обе стороны. А Лукашенко также будет остерегаться, вспомните события в Афганистане, когда дворец Амина штурмовали советские войска, это еще при кончении Советского Союза, достаточно было их было меньше 400 человек. Вот именно подготовленных, да, да, такого же уровня, видимо, как способен обеспечить Вагнер. То есть Лукашенко под боком вот такая сила, которая в любой момент может делать переворот дома. Как у нас говорят, от Осипович до Минска гораздо ближе, чем от Ростова до Москвы. Поэтому я, честно, вот сомневаюсь, что они здесь нужны ему в Беларуси. Тем более непонятен ни статус, ни цели, ни задачи, ничего. То есть, похоже, это была какая-то импровизация в переговорах. Я уже слышал такую мысль, что как бы Лукашенко, типа, ну я их заберу себе, а Путин возьми и скажи, ну и забирай. И вот якобы вся вот такая импровизация, видите, она к чему сейчас приводит, что никто не знает, что с этим делать, с этим счастьем. Куда его положить, куда засунуть это счастье, да. Ну, Лукашенко тут рассказывает о том, что ему начали звонки от западных политиков поступать, что якобы это люди, которые прошли армию, прошли войны. И это люди, которые, ну я его сейчас цитирую, почему это плохой сигнал для Европы, потому что они калашматили французов в Африке и так далее. Слушайте, так что, вы считаете, Сергей, что это все для отвлечения внимания просто от того, что Вагнер остается на своих же позициях и ждет просто задачи от российского президента? Это такой был как бы финт ушами? Ну, как бы, давайте уже разовьем тогда эту мысль. Ну, смотрите, во-первых, поговаривают, что все-таки Путин, то самое, злопамятный, вряд ли он простит прихожину, по сути, предательства. То есть, по сути, он же его вырастил, по сути, он же обеспечил, что Вагнер финансировался из госбюджета. Ну, и сейчас, получается, он для него полный предатель. Поэтому, ну, навряд ли я сомневаюсь, что Путин простит. Привезти при этом Вагнера на белорусскую территорию, здесь сами белорусские спецслужбы будут, в общем-то, ну, они все вместе должны тогда ходить вокруг Вагнера или что? Сергей, а что такое, по-вашему, вряд ли Путин его простит? Он его ликвидирует, посадит, как вы думаете? Я вот открываю сообщение, телеграм-канал Кепка Пригожина, ну, ни для кого не секрет, тут публикуются его самые свежие аудиосообщения. Вот все, последнее за 26 июня. То есть, фактически, сегодня 3 июля, ну, неделю Пригожин не выходит в публичное поле. А где, вы думаете, он находится? Были слухи, якобы, это самое. Во-первых, подтвержденная информация о том, что его самолет лично прилетал в Минск. У нас считают, что вроде бы на Минском море встречался Лукашенко с Пригожиным. После этого, якобы, самолет куда-то улетел назад в Россию. То есть, вот эта информация по перелету самого самолета, она подтвержденная, но не подтвержденная о наличии самого Пригожина в этот момент. Уже даже вытянули информацию о том, что якобы у Пригожина был двойник, которого видели, да, в Питере, которого он заранее подготовил, тоже сидели с бывшей, которым, в общем-то, ей паспорт поменял, и все. Назвался также Пригожиным, да. Они уже проводили с ним провокацию, куда-то в одну из европейских стран привезли, сделали фоторепортаж, что, смотрите, вот Пригожин, якобы, вот, разгуливаясь спокойно по Европе, а вы говорите, что он это под самцами. Так что, на самом деле, мы не знаем ничего об этом. Второй момент, смотрите, генерал Суровикин, та же тема, уговаривает, что с Пригожиным вместе должно было в этом мероприятии участвовать значительная часть Министерства обороны. Смотрите, пока Суровикин тоже был последствием, но это же официально нигде не признавалось для того, чтобы не рассеивать смуту именно в вооруженных силах России. За это время по Украине никто не, это самое, ни ракеты, ни пуза, ни шахеды. Вот сейчас, видимо, судя по всему, они все-таки, ну, вспомнили о том, что, да, отвлеклись, да. То есть, на самом деле, никто не знает реальной картины. Все эти наши догадки, да, я вижу, что и министр Польши заявляет, министр обороны Польши о том, что уже 8 тысяч вагнеровцев на территории Беларуси. То есть, это скорее все сейчас используют как своеобразный ИПСО для себя. Ну, и в преддверии саммита НАТО, да, это как бы так народ волнует, переживают люди. Как вы считаете, а как Лукашенко сейчас эту ситуацию может использовать? Вот, в частности, недавно он заявил, что страны Восточно-Западной Европы могли бы быть интересными и полезными друг другу во всех сферах. Такое впечатление, что собирается диктатор Лукашенко опять надеть на себя образ голубя мира и стать каким-то переговорщиком, может быть, какую-то площадку в Минске подготовить. Что за игра сейчас у него? Ну, смотрите, во-первых, почему-то Россия говорит о том, что Лукашенко может быть переговорщиком по Украине. И даже секретарь РНБУ Украинский Данилов говорит о том, что о возможной роли Лукашенко. То есть, видимо, с Запада идет какая-то протекция, рекомендация. А Лукашенко сейчас, да, он на коне, он вспомнил, он старые времена, он много внимания, то, что он спаситель России на сегодняшний день. И у меня иногда закрадывается чувство, что у него ожили старые мечты о том, чтобы вот зайти все-таки на российский престол. Он видит, что Путин абсолютно слаб, абсолютно слаб. Ну, это примерно как было при позднем Ельцине, когда Лукашенко уже заявлял, что Беларусь для меня пройденный этап, и примерял уже эту самую московскую шапку Мономаха, условного на себя. То есть, сейчас, похоже, вот такой же у него, такая же эйфория. Хорошо. Давайте тогда, ну, кстати, да, вот я открыл интервью Алексея Данилова. Он говорит о том, что действительно, да, у Лукашенко поднялись политические его ставки, но тут, наверное, речь больше идет о том, что он может со стороны России быть все-таки представителем этой переговорной группы в том числе, но не как модератор этой все-таки площадки. Это тоже важная деталь, потому что, ну, я думаю, что это просто исключено, исходя из того, что Беларусь является полноценным бенефицаром агрессии против Украины в данном случае. Уж не важно, она инициатор или нет, но уж участник точно. К вам вопрос следующий. А почему тогда Путин дал такую возможность Лукашенко повысить свой статус? Для чего это сделано? Потому что Путин слишком токсичен, а Лукашенко менее токсичен? Вроде бы нет. Как разрешили этот поворот сделать? Почему Лукашенко принимает на себя роль действительно человека, который управлял российскими силовиками? Он рассказывал, как он с Бортниковым разговаривал, как с Патрушевым давал команды, как говорил, что мочить не мочить. Это случайность? Это черный лебедь? Или кто-то ему разрешил так говорить? Да навряд ли это. Мы же с вами навряд ли придерживаемся мнения, что это был спектакль для того, чтобы ввести вагнера в Беларусь. То есть это слишком какое-то сложное, очень слишком сложное на ходу. Поэтому понимаем, что это была нештатная ситуация для Путина. Поэтому никто никому ничего не разрешал. Оно, что называется, развивалось. Развивалось, но так как оно развивалось, использовали все, что могли. Да, ну Сергей, ну каким образом мы можем себе представить, что Лукашенко звонит главе ФСБ, главе Совета Безопасности Российской Федерации и обсуждает мочить или не мочить колонну с вагнерами? Ну как это себе представить? То есть это означает, что Путин полный паралич его сковал государственный? Или же он все-таки сказал, что вот разговаривайте с Лукашенко, а я тут, значит, белая паруса у меня, тут выпускники Питера. Не морочьте мне голову. Ну, как это было? Опять же, непроверенная информация, что российские военные сами звонили Лукашенко, сами законтачили с ним. А ну, поймите, он для них абсолютно не чужой. Абсолютно не чужой. Они ведь осуществляют одну и ту же политику. Лукашенко, по сути, в Беларуси чем занимается? Подготовка предпродажная, подготовка Беларуси в состав России. Следовательно, вспоминая вот то, что момент был поздний Ельцин, ранний Путин, то там были и серьезные конфликты, потому что, например, когда Путин узнал, что Лукашенко доклады по линии СВР получает раньше Путина, у него был такой легкий шок. Как, почему, зачем? То есть Лукашенко здесь, у него и коррупционная составляющая, он часть этих генерала, в том числе, и финансово поддерживал все это время. Во-вторых, не забывайте, что тот же Патрушев, акционер Мазырской слаб нефти. То есть они постоянно, у них общее хозяйство, что называется, поэтому они постоянно в контакте, не удивляйтесь. Вот это интересная деталь. Спасибо, что ее напомнили. Ну что ж, Сергей, огромное вам спасибо за участие в эфире. Интересную версию вы нам рассказали. Есть над чем позадуматься, и, думаю, нашим зрителям тоже. Спасибо огромное. Сергей Бульба, белорусский общественный деятель, организатор «Белого легиона», был в эфире канала «Фридом». Продолжение следует...